Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, художниц Мария Анна Ангелика Катарина Кауфман. Немецкая художница График, представительница неоклассицизма, одна из двух женщин, основателей Королевской Академии в Лондоне в 1768 году. Дочь художника Йогана Кауфмана выросла в Австрии, самостоятельно выучила несколько языков, много читала, увлекалась музыкой, поэзией, музыкой и живопись, частый сюжет картин Кауфмана. Рисовать начала с 6 лет, помогала отцу в мастерской. В 11 получила свой первый заказ, с 12 лет работала как профессиональный живописец. После смерти матери побывала с отцом Милане, жила в Риме, в Венеции. В 1772 году стала членом Академии изящных искусств Флоренции. В Риме познакомилась с Йоганом Винкельманом, немецким историком искусств, который стал ее первым учителем и другом. Он отзывался о Кауфман. Она может быть очень красива и в пении, и может соперничать с нашими лучшими виртуозами. В 1766 году по предложению английского посла и его супруги выехала в Лондон, где прожила 15 лет. В Англии стала единственной женщиной художницей, которая стала членом Лондонской Королевской Академии. Ее портрет написал Рейнольдс. Она в ответ написала его портрет. В его записной книжке ее имя значилось как «Мисс Анжелика» или «Мисс Ангел». В 1767 году Кауфман была соблазнена самозванцем под именем графа Федерико де Хорна, за которого она вышла замуж, но в следующем году они расстались. Я пользуюсь Википедией. Кауфман была среди основателей Королевской Академии художеств. Участвовал он в роспитии Собора Святого Павла. В 1781 году вышла замуж за художника Антонио Дзуки и вернулась в Рим. Дружила со многими деятелями культуры – Винкельманом, Менгсом, Гёте, Кановой, Гесснером и другими. Ее последняя выставка ставилась в Риме в 1797 году. В 1810 ее биографию написал итальянский историк Джованни Батиста де Росси. В 1807 умерла в Риме, удостоилась пышных похорон. Надо сказать, что сама Кауфман идентифицировала себя прежде всего как художник исторического жанра. Необычное обозначение для женщины-художника в 18 веке. Историческая живопись считалась самой элитной и прибыльной категорией в академической живописи. Несмотря на популярность, которую Кауфман пользовался в британском обществе и ее успех там как художника, она была разочарована относительно апатии англичан к исторической живописи. В конце концов, ей пришлось покинуть Британию, и она отправилась на континент, где историческая живопись была лучше известна, пользовалась большим уважением и покровительницей. Час Уилсон Пилл, художник, патриот и основатель крупной американской художественной династии, назвал свою дочь в честь художницы Анжелика Кауфман Пилл. Художница была знаменитая и в современной России. Одак Анжелики Кауфман 1798 года принадлежит Державину. В Эрмитаже есть несколько ее значительных картин. Произведения Кауфман тиражировались и таким образом популяризировались в Европе гравюрами Бартолоца и Скородумовым в технике пунктира. Фальконе делился впечатлениями от работы художницы и сообщил, что является обладателем почти всех ее произведений. Великая княгиня, а затем империатрица Мария Федорна, супруга императора Павла I, писала миниатюры на стекле с произведений художницы. Гравюры с произведениями Кауфмана служили образцом для создания скульптуры. В частности, их использовал скульптор Шубин, работает над серией медальонов для украшения мраморного зала, мраморного дворца в Петербурге. В ее честь назван кратер Кауфман на Венере. Ну вот вкратце о Марии Анне Анджелике Катарин Кауфман, немецкой художнице, графике, представительнице неоклассицизма. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok